и всех приветствую тоу-хоу поединке люжин это такой фановский проект и не знаю новелла визуально на русском языке да а в стиме собственно по вселенной тоу-хоу это там про башков что-то там в стиле аниме там девочки приколы есть какие-то давайте посмотрим начать а пролог рейму наслаждается теплым весенним день ком у себя в храме но ее отдых неожиданно прерывают из разрыва своей бесцеремонной манере возникает юкари и дает жрицы срочное поручение проследить за сумереку на фестивале в храме мерена дело касается хакурей скала барьера так что рейму ничего не остается кроме как отправиться на базу к своим конкурентам и надеется что вечером юкари произволит по соизволит объяснить все происходящее допустим люди всегда боялись неизвестности давным-давно из этих страхов разделись и о к и существа воплощавшие собой ночной мрак все юкаи существовали за счет страха людей а поедая человечину обретали новые способности их возможности часто выходили за рамки воображения а жажда крови не знала границ они были идеальными охотниками на людей но люди искали спасения высших силах из веры рождались божества благодаря божественным благословениям и экспериментам с магией у людей появились спасу способы противостоять юкаи а как экспериментирует с маги волшебники боги волшебники волшебники известны также как ведьмы вид юкаев часто близок к людям в повседневной речи так также можно означать обычного человека который занимается магией волшебники могут родиться или стать изучив необходимую магию и преодолевся с помощью слабости человеческого организма использование магии требует тщательной подготовки и гигантского пласта знаний так что большинство волшебников проводит все свое время над книгами из-за малоподвижного образа жизни они зачастую даже слабее людей физически хотя и могут компенсировать это магическими усилениями своего тела поэтому если хочешь избавиться от волшебника то выбираем обмен когда он спит или не при ними или не применил на себя какую-либо магию допустим однако со временем люди развились и переставали бояться концу 19 века само существование юкаев было поставлено под угрозу большинство считала их лишь монстрами из сказок но среди юкаев были создания прожившие сотни а то и тысячи лет они понимали что если ничего не предпринять то вся популяции каев будет уничтожена многие из них хотели создать такое место где юкаи смогли бы жить балансе с людьми в итоге группа и юкайских мудрецов существ осуществила этот замысел юкайским большинства генсаки генсакийские мудрецы генсакийские мудрецы эта группа особенно могущественных юкаев которые стояли за созданием барьера хакурей и отделением генсаки от внешнего мира пока что известны лишь трое его представителей юкари якума от юкаев косен и бараки от отшельников и юкина матара от богов вот чешки как же как же язык ломают эти имена они оградили а тост от градить от остального мира оградили от остального мира клочок земли в горах японии великим хакурейским барьером и назвали это место генсаки в то время туда еще не пошли на научное изыскание прогрессивной европы и по сей день здешние жители все еще живут по старым поверьем что позволяет пришедшим генсаки юкаем и богам существовать за счет их страха и веры а только в наши дни отношения людей юкаев генсаки больше не похожи на ту войну что длилась веками юкаи стали больше походить на людей теперь они могут если не жить в человеческом обществе то хотя бы лучше контактировать с людьми к тому же среди разумных юкаев появились правила запрещающие им безнаказанно нападать на людей но большинство диких юкаев на не соблюдают их они остаются главными врагами человечества человека солнце медленно сходила на небольшим синта иским храмом в долине между двух гор что такое храм хакурей храм к курии маленький синтезский храм расположены в горе генсаки генсаки он является одной из несущих стен хакурейского барьера и его существование жизненно необходимо всему генсаки несмотря на всю его значимость у рейму большие проблемы с посетителями которые предпочитают храм море я или храм мере на скорее всего это связано с тем что добраться до храма хакурей из деревней людей гораздо сложнее чем до другого других храмов в храме и молились богу хакурей что даровал защиту от юкаев но то ли потому что путь от деревни людей до храма был слишком долгим то ли потому что около храма частенько замечали юкаев большую часть времени здесь не было ни души впрочем даже если бы он и стоял в самом центре деревни местная жрица рейму все равно было бы слишком лениво и не способна вести храмовые дела рейму хакурей а текущая жрица храма хакурей рейму с детства жила одна в своем храме в каком-то смысле ее родителей заменила юкари якума которая помогала ей советом и обучала риме служить всю свою сознательную жизнь рейму решала разные инциденты в ген все к изгоняла юкаев следила за барьером хакурей и пыталась привлечь посетителей в свой храм по большей части у нее получилось все кроме последнего несмотря на такую ответственную должность она частенько относится халатно и к мелким происшествием предпочитая наиболее простое решение ее можно понять за такое обычное не платят а с деньгами у рейму всегда было туго тем не менее она придерживается принципа генсеке превыше всего и сделает все возможное когда инцидент действительно угрожает порядку как жрица рейму способна призывать богов для совершения чудес и обладает обширными познания в области барьеров и печати помимо этого она использует сферы и ян которые являются артефактом храма хакурей и имеет свойство изгонять юкаев прикосновением а инь-янь это же китайские вроде бы ладно неважно смысле всю свою сознательную жизнь а что он делал всю свою несознательную жизнь они то просто там ты сознаешь что делаешь а иногда и не создаешь что делаешь жадина которая бьет 1 класс а вот и сегодня она прохлаждалась около храмовых торий подставив лицом тем редким потоком ветра что долетали до нее но торе мы знаем что такое да торе это японские традиционные п-образные ворота обычно являющие входом на храмовой территории да вон за сзади сзади нее это тория хотя это больше на беседку похоже торе маленько по-другому внезапно прямо около нее около ее уха зазвучал чей-то голос исчезли опять пиздельничаешь повернув голову она встретила взглядом с огромным глазом висящим в воздухе около нее а вокруг глаза глупились что-то неестественно темная и плотная словно кто-то выплеснула ведро чернил и они застыли в полете рэйму впрочем не подскочила от испуга как следовало бы сделать а лишь развела руками сегодня праздник вообще-то привет юкари глаз закрылся и растворился в чернильной пустоте на его место заняла изящная маленькая ладонь ухватившая за границу темной области она оттянула ее в сторону пространство перед ладони буквально разорвалось на две части а его место заняла такая же чернильная субстанция усеянная множеством алых глаз это же этот а блин из этого из скайрима такой там чувак был глаз он еще это ну или звуки кто он там йог сарон из получившегося разрыва показалась вы черно одетая девушка и уселась на него как на скамейку юкария кума фантазия гранича с безуми простой человек вряд ли бы дал ей больше 17 лет но и рейма за долгие годы работы жрецы научилась чувствовать эту неуловимую ауру могущества вокруг тысячелетних юкаев сейчас эта аура едва ли не щипала глаза ведь перед рейму сидел знаменитый юкай границ юкари и акума одна из генсокийских мудрецов а там много у них вроде было персонажей в то ухо очень много а юкария кума легендарные кай границ генсокийский мудрец и один из создателей хакурейского барьера юкария по праву можно считать самой загадочной личностью в генсоке и неизвестны ли и не ее цели не границы способностей не даже место жительства наверняка можно сказать лишь то что она чрезвычайно умна и всегда действует в интересах юкаев и генсоке юкари может управлять практически чем угодно благодаря своей способности манипулировать границами и ей под силу смести границу и поменять местами скажем день и ночь а ложь и правду тут и там или трезвость и опьянение обычно она использует эту способность для открытия так называемых разрывов в пространстве которые работают по принципу порталов однако она не всемогуща и видимо манипуляции абстрактными границами отнимают у нее много сил поэтому она проводит большую часть времени отдыхая из-за этого же она предпочитает спихивать всю работу на риме или своих слуг похмелье обвинения я думаю это как бы последовательное действие хотя день и ночь тоже но день и ночь это как бы взаимозаменяемых а приятность не погода не правда ли в такие дни люди обычно гуляют и веселятся они сидят дома дома разве что уснешь от жары но я не сижу в храме там только баню устраивать а по внешнему миру сейчас даже жарче чем у нас во внешнем мире а к чему ты юкари спрыгнула за мгновенно хлопнувшимся разрывом и продолжила помахивая на себя веером сегодня в буддийском храме праздник и твоя знакомая из токио непременно решит посетить его сумерека я сказала ей позвать меня если захочу сходить на фестиваль думаешь она тебя слушает но я обо всем с ней поговорила и последнее время она почти к нам не заглядывала наверное сделал какие-то выводы для себя я бы на это не рассчитывала если хочешь сама и заниматься то милости прошу можешь даже напасть на нее я не против хохохо как ты бессердечно так чего ты хотел у меня к тебе поручение иди в храм мюрена проследи за ней и обрати внимание на любые отклонения в ее поведение если будут скорее всего она появится там через некоторое время и ну откуда ты знаешь что она там будет я ничего не знаю это лишь предположение но мои предположения имеют свойство оказываться верными так уж выходит а зачем следить за ее поведением это касается барьера мне нужно кое что проверить его в его устройстве вечером объясню тебе остальное боррой ербари ербари а бар или отделяющий генсюкер не шином мира так это мы поняли уже барьера надеюсь сумерека не случится ничего плохого что-то это просто маленький эксперимент но он крайне важен для ген цуки ты сама прекрасно знаешь что все недостатки барьера должны быть учтены ради нашего же блага и еще обязательно договорись с ней о встрече любой ближайший день нужно чтобы ты знала когда и где она появится хорошо я все сделаю тогда нам обеим пора заняться делом до встречи арара юкари махнула рукой на прощание и сделала шаг назад в разрыв открывшимся прямо за ее спиной рэйм уже со вздохом отправилась исполнять ее поручение не то чтобы и хотелось куда-то идти но раз уж дело касается хакурейского барьера то надо идти пусть рэйму и не считала себя образцовой жрицей позволить себе отдыхать в такой ситуации она не могла девушки молятся и ничего не стыдятся миновая деревню людей рэйму направилась прямиком главной базе своих конкурентов храма миряна миряна а рэйму рэйму она кто она волшебница же да она не юкая на просто человек жрец волшебница связывается большинство посредница храмы лишь на соприкоснадцатого года день через пару часов храм мюрена будильский храм недалеко от людей людей изначально храм был летающим кораблем паланки нам на котором юкаи вызволяли бякурен ходили из заточения но после воскрешения его посадили около деревни людей переоборудовали в храм в наши дни храм охотно принимает у себя века и людей и пропагандируя мир и терпимость в отношении обоих видов блин у объяснения больше вопросов чем у самого объяснения достаточно были вам было взглянуть на толпу в которой она оказалась чтобы осознать всю глубину слова успех несмотря на то что буддисты и появлялись в генсюке позднее всех они становились популярнее день ото дня и уверенно теснили традиционные синтезские храмы блин а я у буддистов ни разу не видел жрец жрец них там вроде все же эти лысые такие как аватары не аватары не синенькие с хвостами а те которых стрелка на лбу а вот именно японские там даже там жрецы и такие прикольные халатики эти комоке маночки одежка я бы я поспорил насчет успеха всем туристы наверно побежали бы как раз таки в храму в японский чем буддистский рэйму не особо нравилось ощущать себя неудачницей которая не может завлечь последователей в свой храм но чужая популярность в определенной степени даже облегчала ее жизни постоянное соседство с юкаями доставляла людям немало проблем например юкая могли украсть неправильно захороненный труп обрекая душу умершего на вечные муки в воду что чтобы не допустить этого необходимо было периодически проводить обряды перед захоронение и почтение памяти что буддисты с радостью и брали на себя а не проще делать эту сжигать тела кремировать тогда никто ничто не будет красть к тому же обычно после всех ритуалов они угощали посетителей закусками что не могло их не радовать но сейчас рэйму волновала не еда а внезапная связь сумерека с барьером погружая в свои мысли она плыла в потоке людей из вас и из размышлений жрицу вывел голос зававший ее по имени эй рэйму рэйму обернулся увидела невысокую девушку в плотно черном белом платье это была ее старая подруга ведьма по имени мариса мариса кирисами волшебница которая специализируется на магии тепла и света она не является волшебницей по сути а просто человек способны использовать магию ну так это и есть типа волшебник мариса ты волшебник мариса родилась семье лавочников из деревни людей в конце двадцатого века ее родители считали что их единственная дочь должна выйти замуж и унаследовать семейное дело однако самой марисе с детства было интересно магия итогом этого стала ссора с родителями и уход марисы из дому хотя ей на тот момент не исполнилось и 10 лет надо было до 11 подождать тогда бы и в хогварт забрали несмотря на юный возраст она научилась жить самостоятельно и начала свой путь к становлению настоящей волшебницей долгие годы она упорно трудилась проглатывая книгу за книгой и в итоге овладела магией способна испепелить горы такая жизнь выработала в марисе определенную прям нелинейный прямолинейность в общении она не стесняется выражения и на первый взгляд может показаться надменный но на самом деле с ней легко найти общий язык также у мариса есть одно одностранность ее постоянно тянет что-нибудь стащить или подобрать причем на неважно что она частенько одалживает у всех вокруг вещи которые ей приглянулись но редко отдает их обратно по своей воле из-за этого ее дом похож на свалку как ее лучшая подруга рэйми она зарабатывает на жизнь разрешением инцидентов марисе не хватает природных способностей как у рэйми рэйму но она компенсирует это огненной мощью и и коронная коронного ее коронного приема под названием мастер спарк побаивается даже сильные юкаи вроде тэнгу о привет все таки пришила помочь бекурин я не ты что да нужно присмотреть за сумереку она хотела прийти а ясно а ты не припомню чтобы видела тебя молящийся хоть раз ты сегодня не морилась я поесть хотела буддиста уже строит веке пикник по до конец что докатились до кражи еды так работа совсем нема сижу доедая последнюю миску риса без соли а юкаи видать пресекли что легче заморить нас голодом чем устранить инциденты инциденты особенно крупные происшествия которые привыкли я уже так лет двадцать выживаю пошли к раму они уже скоро на это закончат подожди мне бы сначала найти сумереку успеешь еще сумереку сумерекой а обед по расписанию рэйма пропустила ее слова мимо ушей если бы она пришла сюда то она продолжила идти смотря себе под ноги да пошли я есть хочу рэйму рэйму а ой хидири самов тимая хорошая я тебя знаю потирая ушибленную голову рэйму открыла глаза и увидела острее клинка едва не касающего кончиком ее носа эй йому ты чё это же мы йому компаку призрачный человек или же человечный призрак клинок держала низенькая девочка с белесыми волосами это была знакомая рэйму и марисы полупривидению йому компаку йому компаку получеловек полупривидение или полупривидение получеловек которая служит садовником и телохранителем принцессы призраков ююко сагёди йому йому блин йому слуга во втором поколении обычно она следит за порядком в мире мертвых или управляется фехтованием в мире живых как слуге йому не положено выходные но госпожа часто берет ее с собой на праздники или отправляет выполнять какие-нибудь поручения также йому принимал участие в разрешении нескольких крупных инцидентов будучи телохранителем йому мастерски управляется с двумя клинками длинный называется рокан кен им можно убить 10 призраков за взмах а короткий хакуро кен способен рассеивать сомнения и приводить призраков в к просветлению возможно эти же клинки она использует в качестве садовых инструментов персонажи локации 1 большая налога походу работа телохранителем обязывает ее всегда быть начеку и мгновенно реагировать на любую опасность вот и сейчас йому пристально взглядывается в листозасывший от сыспуга рэйму словно ища в нем какой-то подвозь ох простояв так несколько секунд она наконец вложила свой клинок в ножны добрый день рэйму добрый день ты чуть меня не зарубила извини сегодня мне надо быть особенно осторожны в толпе могут быть враждебные юкаи поэтому я машу клинком слева направо хотя в японию увидеть девочку с катана это обычное дело да сзади к йому подошла высокая женщина в темных одеяниях и мягко похлопала ее по плечу бекурия компаку сан вы слишком остро на все реагируете она же просто случайно столкнулась со мной бекурен хидзири ложный бодхисаттва бекурен хидзири главной настоятельницей храма мюрена склонилась на дрейму и протянула жрице руку это буддистский храма тот получается болен я забыл какой их религии в японии называется а внух есть православных храм там тоже большинство и об там побыл вместо жриц там папы и мала эти монашки бекурен хидзири буддистская монахина или монахиня и главная настоятельница храма мюрена несмотря на свой род деятельности она продлевая себе жизнь черной магии так что технически она скорее маг ведьма бекурен перестала быть человеком потому что боялась смерти больше тысячи лет назад ее младший брат мюрена умер от старости и она начала помогать юкая в надежде с их помощью продлить себе жизнь своей цели она как видно достигла но ценой этого стало заточение под землей куда ее отправили люди из страха перед ее связи с юкаями неизвестно сколько бекурен провела в этом заточении но весной 2009 года юкаи которым она проявляла доброту собрались вместе и вытащили ее из плена после освобождения она основала в генсеке храм мюрена и вместе со своими послушниками стала пропагандировать мир между людьми и юкаями чего допустим такого она должна была бить войну людям из-за взглядов и мягкого характера у бекурен много как друзей так и неприятелей одни ценит ее бесконфликтность и стремление помочь всем вокруг достичь просветления другие видят в ее инфантильности и слабохарактерность сама же она относится ко всем одинаково уважительно почти никогда не повышая голос и раз в рай в разговоре но это не значит что ее нельзя вывести из себя случае когда конфликта уже не избежать она прибегает к магии для увеличения своих физических характеристик и обострение всех пяти чувств в этом состоянии обычному человеку и большинство икаев не победить ее но без своей магии она остается обычной девушкой пусть и в хорошей физической форме интересно что за черную магию она использует для продления жизни она нам души высасывать или что здравствуйте рэма бориса как вам праздник смотрю ты уже и призрака в завершенный день помила поминовение и мы уже не один десяток лет преданным йому ёб твою почти ударение йому или йому 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 уже не один десяток лет предано служила телохранителями юки сай йодзи принцессы призраков обычно эти двое проявлялись где-либо исключительно в компании друг друга призраки привидения призраки души умершие которые не могут покинуть этот мир на самом деле стоит разделять призраков и приведений приведение происходит из чего угодно содержанием ки а призраки конкретно душа людей которых что-то держит в этом мире призраки выглядят как люди имеют температуру тела и могут контактировать с предметами тогда как привидение представляет собой аморфные белые сгустки обычно призрак и не догадывается о своей смерти если показывать его собственное тело то он превратится в приведение что я думал приведение состоят из эктоплазмы они заморфных тел призраков но компаку сам еще и наполовину человек так что для нее вполне допустимо быть тут она наполовину призрак был человек это зомби что ли а ю юку сегодня компаку сан пришла одна я попросил ее помочь нам с безопасностью госпожа дала мне выходной в честь праздника чтобы я смогла потратить его на помощь хидзири мисама хе-хе-хе одной госпожи тебе уже мало от этих слов по обычно собранному лицу ему пробежала судорога да как ты смеешь моя преданность госпожа непоколебима она приказала мне помочь хидзисама ее мой едва не перешла на крик мириса прекрасно знала что она не понимает шуток и частенько этим пользовалась впрочем мечница быстро взяла себя в руки прошу прощения мой хакуро кен способен успокоить призраков так что я смогу быстро все исправить если в ходе ритуала что-то пойдет не так удобно получается может превратить это подработку меня не интересуют деньги компаку сан пожалуйста поспешите нужно проверить все магиры перед завершением ритуалов ох вы правы я замешкалась приятно было увидеть торопливо поправив перевязи с клинками йому протиснулась между девушек и скрылась в толпе лучше бы пошла с ней пошла вместе с ней она таким макаром точно убьет кого-нибудь ты правда такого мнения о компаку сан она всегда была слишком серьезной внезапно рейму осенило перед ней стоял человек который точно знал кто и когда входил в храм слушай а помнишь ту девочку из внешнего мира сумереку усами с которой я тебя познакомила пару месяцев назад не видала ее сегодня усами сан она пришла незадолго до вас спросила меня не закончились ли еще обряды перед захоронений очень уж хотела посмотреть на них наверное она сейчас на кладбище за храмом кладбище и ты отпустила ее туда одну она пришла вместе с каким-то высоким светловолосым юношей так что я решил не беспокоить высоким светловолосым такой в очках крас с красной сумкой на пузе да все так вы знаком это у меня не получится сделать так это же корень это реноски кто кто хозяин корин до реноски море чик а не знаешь его должна же быть должна слышать он довольно известный ой так это он я много слышала про сам коринду но никогда не видела его владельца не удивительно он даже на мои пьянки не приходит твои пьянки правда какой хороший юноша что не приходит на твои пьянки выражение лица бюкюрен появилось неопределенное желание как можно скорее познакомиться с этим таинственным владельцем коринда все-таки в ген соки было довольно тяжело встретить человека которое не то что не пьет хотя бы не делает это каждую неделю для бюкюрен строгое соблюдание и геозный обед и каждое такое знакомство было на вес золота даже не думаю его сердце уже занято деньгами и барахлом как и бое но мое только барахлом да и какой искари на юноша он старше нас 3 вместе взятых раз в 10 ну а рара и а помните времена когда япония еще называлась ямато так что для меня он все равно что юноша в общем если вы искали усами сам то не волнуйтесь ритуалы уже почти закончились тем временем мимо них прошел человек с тележкой он был невысок и зачем-то надел широченную шляпу с длинной темной накидкой которые полностью скрывали его внешность на тележке напротив была светлая ткань только усиливающая загадочность образа скорее бы умираю с голоду подождите-ка это аура биокурен повернулась и нахмуривший стала пристально рассматривать плащ незнакомца что такое внезапно сильный порыв ветра приподнял поддол обнажив два пушистых продолговатых отростка читая не пойму чё там нарисовано чё-то очень не пойму ладно это же она и курен со страдальческой миной сорвалась с места и устремилась к удаляющейся фигуре подбежав сзади она двумя резким взмахами сорвала с нее плащ и шляпу обзору предстала ярко-красные волосы заплетенные в две косички и торчащие из них острые кошачьи ушки привет кучка-девочка да моя сляпа ой это вы так так я же говорил о тебе не показываться около храма неужели ты думала смешаться с толпой в таком-то наряде сегодня просто так не отделаешься подожди ты же так как тебя орин ринка м б ринка м б также известная как орин кася из бывшего ада одна из питомцев сатори комедии ей не нравятся длинные имена так что она предпочитает чтобы ее звали по прозвищу с давних пор рин служит хозяйке дворца духов земли сатори комедии она помогает ухаживать за остальными питомцами во дворце и выступает своего рода посыльным так как ее госпожа почти не покидает своих владений помимо этого она помогает контролировать мстительных духов и след за тем чтобы они не покидали ад любимое занятие рин как юкая выкапывать трупы или красть их с похорон по ее словам она никого не убивает ради трупов а просто преследует людей которые скоро умрут потому что ее забавляет разговаривать с их душами которые еще не осознали своей смерти если она украдет чье-то тело то душа этого человека станет мстительным духом и скорее всего попадет под контроль рин триндец расхитительница могил точно о рин рин кэмбэ кошачий билет в один конец загадочной фигурой оказалась их общая знакомая кася рин кэмбэ из бывшего ада а бин тяжело это не знакомо со всей вселенной то ухо я так как бы знаком но поверхностно бакинеку общее название всех кошачек юкаев в генсике известны две разновидности бакинеку кося и никомата и от тех и от других не стоит ждать ничего хорошего почему они сами по себе хорошенький никоматой становится кошка долгожитель развивавшая в себе магические силы а кося получается а из кошек которые пережили своих хозяев кося нельзя подпускать близко к покойникам так как она может украсть труп обрекая душу умершего на вечность в аду а никомата попросту презирают людей почему кошки во всех ну не во всех а в большинстве в своем случае ассоциируются с плохими предзнамениями опять-таки в японии есть же целые эти их и кошачьи духи но почему то они все плохие переходить черная кошка дорога это плохо кошки это милейшие существа а вот собаки это зло а бывший ад обширное пространство глубоко под генсики когда-то давно являщийся адом генсики и и отношения с беккерин насчитывали уже около десяти попыток прокрас на кладбиси и украсть чей-нибудь труп зачем она как собак что вырует кости что потом снова зарыть я просто а они же их воскрешают я рим рим цык а а это урин я просто хотела повеселиться вместе со всеми дрожь ее голоса и трясущиеся колени говорили обратно и зачем тогда ты взяла с собой тележку и ну я всегда беру ее с собой особенно на работу да нет просто я не работаю сегодня же праздник ну и как он называется а рим было открыла рот чтобы сказать что то в ответ но простояв с глупым видом пару секунд захлопнула его видимо она даже не удосужилась поинтересоваться куда идет я не хотела воровать трупы честно слово воровать трупы вот ты попалась ну послушайте иди риса ничего личного я же косяк оси ворует трупы это все мои природы я не виновата бекурин жало кулаки с грозным видом стала наступать на нее нет не бей небесный знак гора пяти элементов шаки яму ничего ринжалась и попыталась загородиться от настоятельницы своими лапками и ей действительно стоило бояться бекурин как и рэйму с марисой была специалистом в изгнании юкаев но полагалась на усиливающую магию она была способна сделать свое тело тверже камни и наносить удары силой они они легендарные юкаи ныне почти исчезнувшие даже в гюнсюкё давным-давно они были самыми опасными врагами людей среди юкаев их повседневной забавой было состязаться с людьми во всем и похищать их в случае победы а поскольку они крайне сильны даже в сравнении с остальными юкаев людям постоянно приходилось прибегать грязным трюкам чтобы выжить ловки и в район не презирают больше всего так что в один момент устав от этого они ушли из гюнсяков другие места сегодня их почти не встретишь но если вдруг тебе не повезет то лучшим вариантом будет не трусить не врать и говорить прямо тогда есть вероятность что ты впечатлишь они своей честностью и вы подружитесь а более надежного друга в природе не существует но нам до этого сказали что они могут тебя сожрать так что если ты их не впечатлишь то скорее всего они тебя сожрут тем не менее они крайне редко она крайне редко применяла свои умения на практике потому что была очень доброй и бесконфликтной тем буддисткой но если ей приходилось пользоваться силы то ее противнику оставалось только молиться она много раз предупреждала эту кошечку не показываться около храма но ведь это такой удобный источник трупов рин была наслышана способностях монахини и определенные хотелось испытывать их на себе замахнувшись для удара обе корен заставила ее тысячу раз пожалеть о своем решении прокраса сегодня на кладбище но резко опустила руки на голову рин она не впечатала косю в храмовую дорожку а лишь легонько стукнула по лбу хм ладно так и быть рин уже успевшая приготовиться к последнему кругу буддисквада боязливо подняла голову я не буду тебя наказывать и даже разрешу остаться если ты отдашь мне свою тачку и накидку со шляпой на день правда да можешь насладиться этим днем с нами оставь свои вещи мне заберешь их вечером насладиться этим днем перед захоронением трупов это праздник я бы на такой праздник не пошел ох я я даже не ожидала спасибо вы такие добрые она бросила накидку и тележку и аккуратно оттолкнула ее к ногам бекюрен а затем низко поклонилась и поспешила убраться подальше пока насладельница не передумала ну и зачем не думаю что у нее получится украсть труп незаметно без своей тачки а если вдруг она и попробует еще раз обмануть меня поймаю и заставлю выучить наизусть всю сутру белого лотоса высшего учения жестко не поймите меня неправильно я всего лишь хочу помочь ей красть трупы действительно предназначение коси как юкая но ей нужно обуздать свою природу чтобы жить в мире со всеми только так она сможет прийти к просветлению зачем она кроет этой трупы я так и не понял куда она их потом денет видимо не особо то ей и нужно это ваше просветление какой уже раз она пытается тебя обмануть эх но она довольно упертая но раньше я ограничивалась только просьбами не хулиганить может теперь поумерив свой пыл но тут надо отдать тебе должное выглядела ты внушительно спасибо внезапно со стороны храма послышался низкий колокольный звон от которого каменные плиты под ногами всех троих слегка завибрировали ох мне пора накрывать на стол приятного дня после этого разговора про трупы аж и захотелось удачи пока монахиня взяла тачку и поспешила ко входу в храм да уж управлять храмом точно не ее призвание да вроде неплохо справляется лучше чем ты ну я поспорила учитывая как она популярен да как он популярен что не надо на меня так смотреть тем временем мимо них проходили группы голодных и изрядно уставших от молитв людей которые из прохожих некоторые из прохожих останавливались и почтительно кланялись хакурейской жрицы но это были скорее единицы большая часть людей не обращала на девушек никакого внимания вожделенно смотря сторону главного входа в храм мюрена откуда-то из первых рядов толпы даре ему донеслись восторженные возгласы и аплодисменты она пристала на цыпочки и вытянула шеи и попытки рассмотреть что там происходит но для для хоть сколько-то приличности обзора ей не хватало пары десятков сантиметров 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 что там мариса не стала церемониться и взмыла в небо на своей метле неизменном атрибуте любой ведьмы хорошо что и она и рэйма и многие другие в юнсоке могли летать поднявшись вслед за морицей рэйма увидела как из главного здания храма выходит бекурен со своими послушниками и она походу не выходит она выбегает аж оттуда в руках у каждого послушника было по большему по большому свертку с едой а сама бекурен висла перед собой несколько огромных столов поставленных стопкой один на другой цветовые размеры самой бекурен и получившейся башни складывалась довольно таки внушительная картина выглядело это странно но прикрывала восхищенные взгляды людей прикрывала и приковывала есть кнопка назад есть кнопка назад да приковывала в такие моменты рейма испытывала зависть из-за недостатка зрелищности собственных способностей в сражениях она была непобедима но пожертвования не собрать показом барьеров и печати из-за таких вот демонстраций силы храм мюрена становился популярнее день ото дня а у рейма уже который год дела шли все хуже давай к ним сейчас накроют лети одна мне нужно найти сумереку прошерстив глазами толпу под собой рэма довольно быстро заметила знакомую светлую шевелюру эй рин 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 носки рин носки моря чеки моря чеки риноски моря чека антикварный балагур а тот кого она окликнула невозмутимо повернул голову на свалившуюся с неба девушку это и был рин носки моря чека рин носки моря чека или корин как его называют мариса получеловек полую кай который коллекционирует антиквариат из внешнего мира он содержит магазин корин между деревней людей и магическим лесом рин носки родился во внешнем мире еще до двадцатого века но уже мало что помнит из той поры своей жизни после возведения хакурейского барьера он оказался в гюнсюке и с тех пор живет тут ближе к началу второго тысячелетия он познакомился с отцом морисой кирисамы и начал работать на него однако такая работа не позволяла ему в полной мере реализовать себя так что через некоторое время он решил открыть собственное дело и построил корин до где начал торговать антиквариатом и вещами из внешнего мира а будучи наполовину юкаем реноски стареет гораздо медленнее обычного человека сильнее физически а также подвержен крайне малому числу болезней и может подолгу обходиться без еды несмотря на все это реноски пользуется лишь одним преимуществом своей расы он не интересует юкаев в качестве еды а люди не не люди позволяют ему искать товары на продажу в опасных местах без угрозы быть съеденным а также вести дела и с юкаями и с людьми он предпочитает тихое и незаметное существование в комфорте которые постоянно нарушают то рейму то мариса а в последние годы еще и сумереком отличие от них он никогда не любил драки и предпочитал разрешать конфликты дипломатическим способом поэтому не слишком силен в донмаку дуэлях отсутствие боевых способностей он компенсирует познаниями создание магического магических артефактов именно он сделал гохэй рэйму имени хакери морисы он владел антикварным магазином недалеко от деревни в котором продавал попавших в юнсёки предметы из внешнего мира добрый день я думал ты не хотел идти где там сумереку бекурен сказала что вы пришли вместе а так ты из-за нее эрин то подавши вытянул с толпы молодую девушку в школьной форме и шляпки сумерек усами девушка из внешнего мира которая может переноситься в генсёке в своих снах сумерек родилась паранормальными способностями и с детства считала себя В поисках таких же экстраординарных личностей Сумерека наткнулась на слухи о Генсёке и задалась целью попасть туда. К сожалению, она не смогла полноценно пересечь барьер Хакурей и предстала перед жителями Генсёке как зловещая тень, что вылилось в тотальное недопонимание и серию нападений на Сумереку, в ходе которой Генсёке едва не был уничтожен. К счастью, все обошлось. А у Сумереки после тех событий появилась возможность появляться в Генсёке в астральном теле, но только во время сна. Причины появления у нее способностей до сих пор неизвестны. Несмотря на происхождение из внешнего мира, она в хороших отношениях со многими видными персонами в Генсёке общение с превосходящими ее во всем юкаями и людьми поубавило спесь Сумереку и помогло ей наконец найти друзей. Правда, Рэйму приходится постоянно следить за ней и во многом ограничивать, ведь на нее не распространяются правила Генсёке, а значит любой юкаяй вправе безнаказанно убить и съесть ее. Сама Сумерека уверена, что может дать отпор любому, но по факту ее способности не могут причинить ощутимого вреда Юкаим. Сама по себе и годятся только для Данмако дуэлей. А я вот не понял, внешний мир, Генсёке, это типа че? Это сейчас вот это мир, это че? Это настоящий мир, типа наш что ли? Мир и людей и все такое. А если еще и внешние миры и все такое? Нифига не понятно. Ничего не понятно. А, вот и ты. Сумереку сами, школьная услада. Рэй? Ты за мной следишь что ли? Нет, просто у меня очень хорошая интуиция, особенно когда кто-то меня обманывает. И позвала с собой Реноски, так что все честно. Я же предупреждал тебя, что не умею драться. Но ты же наполовину Юкай, наверняка бьешь неслабо. Зря ты так думаешь, я... А окончание фразы потонуло в громовых аплодисментах, после чего со стороны столов послышалась музыка, исполняемая юкайским квартетом, который пригласила Бекурен. Разговаривать в таком шуме было почти невозможно, так что троица схватила с ближайшего стола закусок и поспешила убраться подальше от нарастающей толпы. Девушки молятся. Около кладбища было менее людно, а в тени деревьев очень удобно располагались скамейки. Здесь они решили начать свою трапезу возле кладбища. Кстати, давненько тебя не видела, но нет времени на сон? У меня были экзамены, вот я и училась с утра до ночи. После такого хочется отключить мозги и раствориться в пустоте, а не гулять. Она сейчас спит в том мире, во внешнем мире, а в этом мире присутствует ее дух. Так это что? Это мир духов. А еще надо решить, чем же занимается дальше, эх. То есть теперь ты будешь спать по-нормальному? Нет, как раз наоборот, вчера был летний экзамен, так что теперь смогу заняться чем-нибудь действительно интересным. Рэйма тихонько застонала, появление этой девочки каждый раз заставляло ей кучу проблем, потому что приходилось оберегать ее от неприятностей. По правилам, Юкаи не могли нападать на жителей Гюнсюкё, но Сумиреку была из внешнего мира. Любой Юкаи мог убить и съесть ее, а Рэйма не имела права изгонять его за это. Так это мир Юкаи. Правила Гюнсюкё В Гюнсюкё действует несколько правил, которых должны придерживаться Юкаи и люди. Первое и основное Юкаи запрещено убивать людей Гюнсюкё, а людям запрещено превращаться в Юкаев. Второе, про которое тоже стоит напомнить, все споры решаются через Данмаку дуэль. Все это сделано ради сохранения баланса между людьми и Юками, ведь вторые не могут выжить без страха первых. Что, блин? Так, это получается мир духов, в которых попадают люди Юкаи, чтобы отпраздновать. Это унесенные ветром. Да? То есть, да. Но как Юкаи могут есть людей, если это их астральная форма души или что такое? Может, они души у них едят? Ну, это... И вообще, это точно всех астральная форма, или если люди могут физически присутствовать? У меня больше вопросов, чем возникло, чем... У меня только вопросы-вопросы. К счастью, Сумерека обладала некоторыми паранормальными способностями и могла дать хоть какой-то отпор Юкаям. Только не это. Что, все еще беспокоишься за мою безопасность? Еще бы. Я-то думала, что все тебе объяснило, а ты бродишь, где тебе вздумаются, и когда тебе вздумаются. Рэйму права, даже на этом празднике полно Юкаев. Послушайте, я тут уже почти три года и все еще жива. Вам не кажется, что я могу о себе позаботиться? А могу, выделяя на слово, типа, я могу о себе позаботиться. Если вы держите меня за идиотку, конечно, не держим. У тебя просто недостаточно опыта. Мы считаем, что ты дура. А, это Реноски. Ты хоть раз сражалась с Юками всерьез, думаешь, они будут соблюдать правила Данмаку дуэли, если ты окажешься одна? Данмаку дуэль. Поединок, в котором противники обмениваются выстрелами или ударами, а особыми снарядами под названием Данмаку. В качестве Данмаку может выступать все, что угодно. Ножи, афуда, магия или даже собственные кулаки. В кого первый попадут, тот и проиграл. Хм. Хм. Мы в детстве в камни. Камни друг в друга кидали. Тоже, кто впервые попадет в голову, тот и проиграл. Мне пару раз попадали. Я еще раз оставлялась наедине с Мами-сан и ничего. Помимо нее, в Генсёке полно диких юкаев. А что они? Я знаю все их слабости. Эх. Ладно, поступай как знаешь. По-моему, ты играешь с огнем. Речь же о твоей жизни. Хотя мне всегда было интересно, что будет с твоим реальным телом, если умрет. Это вот и узнаем. Мне, кстати, тоже интересно. Сумерека не нашла, что ответить. И действительности ли она, никто-либо еще не понимали принципы существования двух ее тел. После инцидента, который она сама же и устроила, у Сумерека появилась загадочная способность засыпать во внешнем мире и в своем настоящем теле. Она могла проснуться Генсёка в другом. Что? Предметы, с которыми она засыпала, тоже оказались при ней. А боль ощущалась абсолютно так же, но раненая на генсёктическом теле никак не проявлялась на настоящем и исчезали при перезаходе. Но это происходило при условии, что Сумерека успевала переместить свое сознание из одного тела в другое. А как это сделать, если ты мертв? Проверять это ей явно не хотелось. Впрочем, большую часть времени она не особо-то и беспокоилась по этому поводу. Помню, как-то видела один фильм ужасов, в котором маньяк убивал людей внутри снов. Но они умирали на самом деле. О, Фредди. Ну вот видишь. Что вижу? Фильм это фильм. Там все ведут себя нелогично и тупят. А я-то поумнее буду, так что не волнуйся. Рэйму оставалось только поражаться ее упрямству и бесстрашию. Надо было в скобочки взять эти две фразы. Кстати, когда ты в следующий раз к нам заглянешь? Завтра, наверное, что? Можешь одолжить пару своих телефонов. Мне они нужны для одного дела. Ладно, у меня есть несколько старых. А что за дело? Да не важно. Потом расскажу. Когда именно ты у нас будешь? Вечером, днем дела. — А может, да и мне один захватить, если не нужен? Рэйму смерил Реноски подозрительным взглядом. Несколько лет назад, когда Реноски познакомил Эдсумереку и узнал про нее способности, то он попробовал извлечь из них прибыль и начал продавать в Конридо, Кариндо, смартфоны, планшеты и прочие прелести 21 века. К счастью для людей Генсюкё они оказались слишком сложными, и никто ничего не купил. Но после того случая Рэйму строго-настрого запретила Реноски пытаться делать деньги подобным образом. Мне для коллекции. «Не вздумай опять продавать технику из внешнего мира, в Генсюке она не нужна». Так, все, я понял, внешний мир — это мир людей, это наш мир, где мы с вами проживаем, а Генсюкё — это все-таки мир духов. А зачем в мире духов тогда нужны эти грёбаные святилища или что это у них? «Зачем они делают при захоронении в мире духов? Что, блин?» «Да, я помню, не волнуйся». «Хорошо, мне еще все равно не нужны, может, тогда и встретимся в Кариндо». «Если что, у меня днем дела, буду только к вечеру». «Можно встретиться на закате, чтобы наверняка Рэйму... Рэйму Чи... Чи... Тебе так удобно?» «Да, конечно, значит, в Кариндо ближе к закату». «После этой фразы воцарилась цишина, прерываемая только шумом деревьев и доносящейся с другой стороны храма музыкой. Процесс поедания Данго...» «Процесс поедания Данго прервала Мариса, которая показалась из-за угла». «А, вот вы где. Пойдемте к храму. Там и Харизмривером присоединились с сестры Цукома». «Ансамбль... Я не буду это читать. Музыкальный квартет, образовавшийся из трио-сестер». «Какие сестры? Ну, две Цукомогами, они там играют шестером. Очень красиво. Шестером играет». «О, пойдем, я хочу послушать». Сумерико вопросительно взглянула на Рэйму, которая беззаботно пила Саке. «Ты же не против?» Рэйму опустошила очередную чашку и убрала бутылку обратно за пазуху, поскольку завтрашней встречей все решили, оставалось только проследить за Сумереку до конца дня. «Не против, пошли». «Действительно, почему бы и нет? Праздник все-таки». «Блин, прикольно, красиво. Храм, да, ночь того же дня». В итоге Рэйму вернулась домой только к ночи, честно проследив за Сумереку до самого конца. Так называемый праздник затянулся. Устала, перебирая ногами, она миновала последнюю ступеньку лестницы, что тянулось от подножия горы до ее храма. Открывавшийся пейзаж не содержал темных дыр в воздухе, роскошных нарядов и игриво-издевательских смешков, так что, казалось бы, можно было смело отправляться спать. Но Рэйму знала свайнравность Юкари и решила подождать еще немного, усевшись на заднем дворике с чашкой чая и парой порций данго. «Данго» — японские блюда из клейкого риса. Обычно рис скатываются в шарики, покрывают мукой или пастой и жарят, а после нанизывают на палочку. «Да у них все из риса!» «Хлеб из риса, обед из риса, чай тоже рисовый». В голове у нее все еще стояли сцены сегодняшнего праздника в храме Мюрена, вызывая сильную жажду собрать все деньги и закатить грандиозную вечеринку в ответ. «К счастью, эти размышления...» «С счастью, эти размышления...» «О!» «Прервала рука». «Чего?» «Это опечатка, что ли?» «К счастью, эти размышления прервала рука, что тянулась к Дангу из знакомого разрыва в пространстве». «О, не надо было буквы, это лишнее!» Рэйму с возмущением посмотрела на нее и уже потянулась к Офудо, но рука сама все подняла и остановилась на полпути к тарелке. Офудо — синтоистские бумажные амулеты, защищающие от болезней, несчастных случаев, юкаев и тому подобному. Рэйму использует их как оружие против сверхъестественных существ. «Выходи, нечего воровать, у меня еду!» Границы разрыва раздвинулись до человеческого роста, и оттуда показалось Юкарием. «А тебе жалко?» «Жалко? Тебя не учили хотя бы разрешение спрашивать?» «Ты же только что сказала, что тебе жалко. Так, какой смысл был спрашивать?» Рэйму не хотела начинать очередной бессмысленный спор, так что промолчала и положила в ворот еще один шарик. «Я ждал объяснений». «Тебе мало? Я уже все объяснила?» «Что? Когда?» «Буквально только что. Я не стала спрашивать у тебя разрешение, потому что ты изначально была против». «Не зли меня, я устала». «Ах, прости, прости». «Тогда перейдем к делу. Сумереку усами сегодня не жаловалась на самочувствие?» «Жаловалась. Это я должна жаловаться, что пришлось целый день бегать за ней. Сегодня она была раза два активнее, чем обычно. Значит, не сработало». «Понимаешь ли, я уже давно пытаюсь разобраться в принципе, по которому она попадает в Генсюке». «Так все же, просто она засыпает там и просыпается тут, разве нет?» «Просыпается в физическом теле, а к тому же и может приносить что-то извне?» «В барьере должна появляться какая-то трещина, через которую все это каждый раз оказывается в Генсюке». «Хм, и что ты думаешь?» «В том-то и проблема, что я не могу дать однозначного ответа. Сегодня я целый день внимательно следил за состоянием барьера, но никаких особых изменений не заметил». «А почему ты не можешь это понять? Ты же Юкаи Границ, знаешь все о них». Юкари звонко рассмеялась. «Видимо, не все. Путь ей вся моя сущность Границы, но этого я пока что не понимаю». «Впрочем, это всего лишь интересная мне аномалия. Не забивай себе голову, если так ничего и не прояснится». «Впервые слушаю, что от тебя что-то подобное. Не ты ли постоянно твердила мне оберегать Генсюке?» «А раз нет угрозы барьера и людям, то беспокоиться не о чем. Вспомни нашу первую встречу. Разве вход в мир мертвых навредил Генсюке?» «Имеется в виду события Perfect Cherry Blossom, седьмую часть официальной серии игр». «А что было первой? Игры? Или манга?» «Вот это интересно, да?» «Призраков точно стало больше. Да и подумай, что было бы, если бы Ююка удалось закончить тот ритуал». «В ответ Юкари загадочно улыбнулась. На этот раз даже более загадочный, чем обычно». «Ты бы остановил ее в любом случае, ведь ты жрица Хакурей. Но зачем тогда ты вообще помогла им?» «Это была неплохая взрезка для тебя и для Ююку. Да и я тогда изрядно повеселилась». «Я понимаю, что скучать не нравится никому, но это не повод плодить инциденты». «Что ж, тогда готовься к периоду спокойствия». «В каком смысле?» «Я попробую свой последний план. Укреплю барьер так, что никто не сможет пересечь его». «А это безопасно?» «Два-три дня барьер будет абсолютно непроницаем, а затем будет постепенно слабеть до своего обычного состояния. Ты договорилась о встрече?» «Да, завтра в Каринда на закате». «Тогда расспроси ее обо всем и назначь еще одну встречу, а я после усиления лягу поспать на пару месяцев. Если она не почувствует хоть какой-то разницы, то может считать эксперимент неудачным». «Хорошо. На этом все. Спокойной ночи». «Она провела рукой по воздуху и создала еще один разрыв, а затем растворилась внутри него. А простите, а вы подумали, что это как бы может убить ее, ну скажем так, оставив дух здесь, а тело там, и разорвав на некоторое время, даже на день пускай-таки, это может убить ее настоящее тело?» «Хотя кому это интересно? Как говорится, эксперимент не удался». Рэйму пожала плечами и продолжила пить чай. Еще немного поразмыслив о сложившейся ситуации, она решила придерживаться правила «утро вечера мудренее» и отправилась спать. «Девушки молятся». «Каждый, кто направлялся из деревни людей в сторону горы Юкаев, рано или поздно натыкался на едва заметную развилку». «А мы, наверное, на этом закончим». И, как говорится, со следующего утра начнем заново. «Сохраняем». Ну, мне понравился визуальный стиль, он намного лучше, чем вот мы проходили «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Намного лучше, тут хотя бы и анимации побольше, и картинок побольше. И, я надеюсь, не такой же затянутый сюжет. Ну, посмотрим, увидим. Так, ну, начинает сюжет проклевываться, так что уже что-то интересное. А всем спасибо и до скорых встреч.